Исключенные из партии шария депутаты городского совета не собираются складывать мандаты. Говорят, их выбирали одесситы, а не идейный лидер политической силы. В то же время в партии, скрывающегося от украинского правосудия в Испании, популярного ютуб-блогера уверяют. Партийный съезд принял решение об отзыве Алексея Нагаткина и Анны Шабановой. Поэтому в действие вступила норма про императивный мандат. По результатам седьмого внеочередного съезда политической партии партии шария, делегаты единогласно приняли решение об отзыве депутатов Одесского городского совета, избранных от нашей политической силы, а именно Шабановой Анны Сергеевны и Нагаткина Алексея Олеговича. Если эти люди будут принимать участие в сессиях городского совета, будут все основания аннулировать решение всех сессий, где они принимают участие в голосовании. Сами депутаты говорят, что решение незаконно, их не предупредили ни о партийном съезде. В повестке дня которого был вопрос об их отзыве, не сообщили, собственно, о таком решении. Поэтому Алексея и Анна на сессии горсовета будут ходить и дальше, а также отстаивать свою позицию в судах. Мы будем продолжать ходить на сессии городского совета, потому что мы являемся законно избранными депутатами городского совета. Я хочу отметить, что те комментарии, которые озвучивают сейчас представители партии Шария, они не соответствуют действительности. К сожалению, мы до сих пор не получили никакие подтверждающие документы, поэтому мы не можем провести юридический анализ тех действий, которые они совершили. Однако наши адвокаты, наша юридическая группа уже запросила все необходимые документы с их стороны. Я думаю, что в скором времени суд, правоохранительные органы дадут адекватную оценку тому, что произошло. Отмечу Алексей Нагаткин. И Анна Шабанова, представители так называемой первой волны партии Шария в Одессе, Алексей даже возглавлял областную организацию. Тем не менее, они, а также ряд других представителей Одесской организации полицилы откровенно выразили недовольство тем, что перед местными выборами в списки попали люди, связанные с депутатом горсовета от ОПЗЖ Виктором Баранским. В то же время руководство партии Шария обвинило Алексея, а затем и Анну в сотрудничестве с мэром города на коммерческой основе и требовало сложить мандаты. Депутаты отказались и заявили о давлении и угрозах. После этого Шабановой сожгли машину и магазин. Сразу после пожара в магазине на телеграм-канале Шария блогер выложил видео, где заявил, что такое случается, когда сотрудничаешь с властью. По нашей информации, Анна Шабанова близко сошлась с предателем Алексеем Нагаткиным, который был издан из нашей партии, но не хочет сдавать мандат. А это всегда опасно. Почему? Потому что власть всегда использует вот такую вот дружбу, отношения для провокаций. Я боюсь, что вполне возможно такие злодеяния будут продолжаться в отношении бизнеса, в отношении бизнес-партнеров, в отношении, не дай бог, личного имущества. И самое страшное, конечно же, физические нападения тоже возможны. Неизвестно еще с каким результатом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...